Добрый вечер! Да, именно вечер. Вот такой у меня сегодня выходной. Ой, целый день домашние дела. И время 17.30, а я только выбралась из дому. Ну, в общем-то, я уже получила кофе. И сейчас звоню подруге и говорю, встречай, доставка кофе. В общем, поехала к Сашке. Так что встретимся у меня на ужине. Эх, что-то у меня не получилось встретиться на ужине. Очень уж есть хотелось. Пока поехала к подруге, пока там поразвозила кофе, потом приехала домой. Саша еще гулял с Кэти, пока с ужином, пока замоталась. Честно говоря, просто забыла. Обещала встретиться на ужине. Ну, ладно. Сегодня целый день бездельничаю. Знаете, бывает день безделия. Вот, день безделия почти закончился. И я опять еду. Еду сейчас помою машину, потому что это просто ужас. Уже мне стыдно перед мужем. Говорит, как можно у такой ухоженной женщины, в такой чистейшей кухне, и иметь вот такую грязную машину? Это, конечно, ужас. Ладно. В общем, сейчас помою машину на быстрой моечке. Я там сама не мою, я плачу. Мне там ее быстренько моют. Вот. И опять позвонила мне Саша. В общем, очень попросила приехать к ней, потому что у нее там опять чего-то заклинило в спине. Я ей как-то, у меня уже было видео, я как-то показывала, делала тейпирование. С такими лентами. Обклеиваешь, и оно как бы берет такой, как корсет. И, в общем-то, помогает. Ну, если помогает, значит, конечно, поеду, и, конечно, поклею, помогу, что там будет, как. В общем, покажу потом. Ну, а сейчас все, вперед. Едем на мойку. Ой, мне такие интересные сообщения пишут девчонки. Говорят, вот, попробуйте. Так, отъезжаю, там машин сзади много. Вот по поводу собаки, что я собираюсь оставить собаку. Ой, боже мой, боже мой, конечно, я ее не собираюсь оставить на совсем. Мы совсем немножко. На 7 дней максимум, максимум на 10. Так что не думайте. Нет, конечно, собачку свою я не оставлю. Вот так у нас заезжаем на мойку. Вот там они будут мыть. Сейчас машинку. А тут просто умереть можно, как дурачиться ребенок. Мама моет, папа моет, а малый бегает и веселится. Они это умеют очень быстро делать. А пока мне моют машинку, я могу поболтать. Вернусь к собаке. Мне там советовала девочка, Юлиана, по-моему, если я не ошибаюсь. Что вот пусть Алена придет, пойдет гулять в сети, чтобы самостоятельно. А Вика там, Юлия, со стороны, чтобы поснимали. Супер идея. Я так и хотела сделать, но так, к сожалению, у нас не получится. Потому что у собаки очень хороший нюх. И она меня слышит за квартал. Ну и точно так же Вику и Сашу. Ну и Алена уехала на дачу. В общем-то у нас не получилось в эти дни. Мы договорились на завтра, что она придет. Я ее оставлю где-то там, ну, где-то в трех часов дня дома. Мы уйдем. Саша завтра работает. У меня тоже тренировки. А Алена останется с ней дома. И потом попытается пойти с ней гулять. Я надеюсь, что у них получится. Боже, комары. Капец. Вот. И погулять, вернуться обратно. Ну, у меня там на подстраховке хозяева Персика. И этой малышки Сони. Ну, в общем, там все хозяева собак очень хорошо знают Кэти. И она их как родные. Поэтому, я думаю, с прогулкой проблем не будет. Мне вот интересно, как будет момент происходить тот. Пойдет ли она гулять с Аленой из дома, если они будут одни в доме. И как она ее приведет обратно. Попробует покормить. Ну, в общем, до того момента, пока мы будем уезжать, я хочу этот, скажем, эксперимент, провести вот это привыкание. Это как минимум еще 3-4 раза. Чтобы уже можно было действительно спокойно уехать и понимать, что все у них будет классно. Ну, я думаю, все будет классно. Потому что, ну, знаете, когда собаке с первого момента понравился человек, то я считаю, что это уже большое показание. Да, и еще хочу ответить, ответить или посоветовать, я даже не знаю, как сказать. Пишет мне девочка, 18 лет. Проблема с зубами. Проблема с зубами и капец, как боюсь стоматолога. Боже мой! Если бы ты могла себе представить, как всю свою жизнь стоматолога боюсь я. У меня, ну, наверное, лет 15, может быть, 16. Начали портиться зубы. Но тут впереди, между зубами, появилась такая, как выщербленная. Ну, в общем, ну, естественно, сразу прочу, а я панически боюсь. Мама меня оттащила, у меня тогда папа работал, ну, в общем, была военная эта поликлиника. И просто вот буду благодарна, сколько буду жить, что там оказалась такая доктор, очень, ой, я не знаю, ну, которая вот смогла убедить в том, что красота прежде всего, потерпеть можно любую боль девочке ради вот этой вот той самой красоты. И, конечно же, да, она меня уговорила. И передние два зуба под середине, это было очень больно, я этого никогда не забуду. И вот, когда мне эти дырочки ремонтировали, я, конечно, была очень рада, что ничего не видно, что было все очень красиво сделано. По тем временам, вы представляете, какой это был год, это вообще ужас, вы даже вспоминать не хотите. Но после этого я как бы начала задумываться о том, что зубки-то да, это внешний вид. Но прошло время, было мне уже, наверное, лет 30, может, даже меньше. Начали портиться зубы, которые дальше. И опять этот страх, который перебороть невозможно. И опять боялась, опять дотянула. В общем-то, мне два зуба вырывали по скорой помощи. Потому что боль была такая, что я уже просто не могла выдержать. Вот, потом на место них пришлось ставить штифтик, рядом короночку. Ну, уже, слава богу, на то время хотя бы появились такие материалы, которые не железку какую-то и не золото кусок в рот стикнуть, а это уже были, ну, не знаю, по-моему, первый этот у меня был пластмасс. Это потом я уже поставила сюда кирамиду. Вот сейчас, девочки мои дорогие, мальчики, мужчины, женщины, не надо бояться. Просто приходите к хорошему стоматологу. Пусть это будет дорого. Платите деньги и делайте все это. А на стыд виде. Все. Вот все. Пришел, укололся. У меня сестра стоматолог. Понимаете, да? И я до такой степени боюсь, что я к ней прихожу, прежде чем она смотрит, что у меня там с зубом, сначала укол. Сначала укол, потом ковыряешься. Ну, и, конечно же, когда уже появился этот фотополимер и все такое, эту дырочку у меня красивенько сделали. И, как видите, все в свет зубов, все красиво, ничего этого не видно. Действительно, ну, как бы, красивые зубы, в общем-то, это очень важно. Поэтому быстро к врачу. И если вы не можете терпеть стоматолога, вернее, не стоматолога, а боль, значит, обязательно что мы делаем? Укол. И все. Укол. Уверяю вас, это не страшно. Ничего с напередом. Так что, у кого есть проблемы, все быстро побежали к стоматологу. Красивый рот, красивая улыбка, особенно для девчонок. Это очень-очень важно. А мне, по-моему, уже помыли машину. Все, я уже в чистой, красивой машине. Понимаете, как это быстро. И стоило мне столько пилить, что у меня такая грязная машина. Сейчас приеду и удивлю мужа. Уже на чистой машине. Так, скорую помощь вызывали? Конечно. Вот приехала. Приехала. Становитесь буквой ЗЮ и готовьте спинку. Уже я приготовила. Ну, ребята, я не буду показывать весь этот процесс, потому как он в таких местах, вот. И позах. И позах, что лучше не показывать. Поэтому вот вам Сашка, а потом покажу, когда скажу ей пока. У Маши научилась снимать себя в зеркала. И Сашка у меня тут стоит. Пока. Все, я ухожу. До встречи дома. Все с завидным постоянством. Пришла домой, как всегда. Дома никого нет. Ах, пыталась позвонить мужу и пойти погулять вместе с ними. Сейчас. Вот телефон. Вот. Никто уже никуда не идет. Иди, Таня, и шурши по кухне. Да, у меня, в принципе, шуршать особо нечего. У меня уже все готово. Сейчас только салат сделаю. И, в принципе, все. Так что, готовлюсь к ужину. Все, как всегда. У меня тут сегодня неожиданно помидорчики появились. Вот. Вот столько. Позвонила Света. Это мама Влады и Даши, моих девчонок. Говорит, едем с дачи. Нарвали помидоры. Короче, много помидор. Сама себя исправила. Вот. Так что, салат у меня сегодня будет помидорный. Нет. У меня есть, конечно, огурцы, зелень. Все есть. Все. Готовлю. Жду. Встречаю. Хозяйка. Кто тут весело вскочил и бегает быстро, все нюхает? Что такое? Приветики. Здорово. Как погуляли? Хорошо. Ву-ву. Правильно. Правильно. Что, требуем еду, да? Ву-ву-ву. Правильно, да. Требуем еду. Да. Ву-ву. Где еще есть такая счастливая собака, которая заскочила в дом и сразу уже мисочка готова. Да, готова. Вот уже стоит. Вот твоя еда. Ах ты, вредина. Не успела сказать нельзя. Поставила миску, она уже прибежала и ест. Ну, ладно. Не отгонять же собаку от миски. Вот, если бы она могла, она бы вывернула, наверное, эту мисочку. А, нет, водичкой запиваем. Запиваем водичкой. Катя, не выкручивается, нет? Мисочка, нельзя ее выкрутить. Все, ну, вылизала чистая, вылизала. Молодец. Думала, удивлю мужа. Сейчас подойдет, а тут стоит такая машинка, чистенькая, вымытая, красивенькая. Ага, приехала, а тут нет места. Пришлось ставить подальше. Вот они сейчас пришли. И даже не видел, Саша, ты какая у меня чистая машина. Чего молчишь? Ну, не видел. Ну, не видел. Я же думала, сейчас... Я ее на ней посмотрел на ее. Думаю, сейчас будет идти, скажем. Не пушевалась. Боже, как машина переливается. Такая чистая, красивая. Ну, и так как она стоит не под домом, похвалы я не получила. Ну, я сейчас напрошусь на похвалу. А на ужин у нас рис с мясом, салатик. Вот этот наш соусик вкусненький. Ну, основная еда на ужин – это вот этот прекрасный салатик. Если вы думаете, что Биггель может нагуляться, то вы ошибаетесь. Уже поужинали. Уже все бы как бы... И пора бы спать. А нет, а нет. Вот у нас... Вот у нас носочек. Ну, это, кстати, носочек, который ей разрешен. Да, чтобы она другие не таскала. Один выделили специально для нее. И это какой-то ужас. Она мне тащит его уже полчаса. Я пытаюсь принимать заказы. Невозможно. Потому что я играю с носочком. Дай брошу. Давай. Давай брошу. Давай. Давай. Пускай. Отпускай. Ну, что ты схватилась? Давай. Дай. 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 Это какой-то ужас. Вот он. Вот. Высоко прыгаем. Высоко давай. Высоко. Давай. Ну. Высоко. И... Опа. Что ты там делаешь? Зубы повыбиваешь себе. Вот что? Играемся носочком? Играйте с носочком. Десять часов уже люди спят. Ну да. Люди спят. А мы играемся. Доброе утро. У меня утро начинается вот так. Ну, я уже прошла слегонько пылесосиком, потому как живем мы на берегу реки Днепр, а там песочек. Вот песочек уже убран. Теперь шваброчка такая. Она называется Машка. Машка, по крайней мере, так ее называют на кораблях. Ну, иногда, конечно, моется более тщательно пол. Но после того, как его попылесосили, в общем-то, вот так начинается каждое мое утро. Веселенькой такой тряпочкой. Вот. Как-то так. Переходим к завтраку. Здесь у меня грибочек, кефирчик промывается. Вот. Я уже помыла перчик, огурчик, помидорчик. Сырочек у меня будет. А еще у меня сегодня будет красивая яичница. Сюда будет разбиваться яйцо. Прикольно. Будет красиво. А еще у меня. А еще у меня Саша попросил колбаски. Я так хочу колбаски любительской. Любительской, это значит, там в ней присутствует немножко сала. Ну, я не взяла любительскую. Я взяла такую и с ветчиной. Ну, вкусная. Вчера пробовали. Я, конечно, протестую против колбасы. Но Саша у меня выпрашивает периодически. Так, сковородку греем. Ну, все было хорошо, если бы уже вернулись, в конце концов, мои прогулки. А вон там за окном та самая цветочница, которая выращивает вот такие красивые цветочки. Видите, у нас там корзина. Вообще у меня тут вот это все у меня просто под окном моего балкона. Вот это вся красота. Да. И вот эта вот женщина по имени Зина за всем этим ухаживает. Вон там, смотрите, вот эта огромная клумба. Вот. Это тоже все делает она. Увеличиваю. Вон. Цветы какие угодно. Вот она, наша Зинаида. А у меня вот. Вот мои цветы. Это все. Моя пальмочка мне подарила. Влада моя, Ковалева. И Даша. Такую маленькую-маленькую. Ну, я даже не знаю, как сказать, какого размера. Сантиметров, наверное, 15. И вот. Ну, это было, правда, года два назад. Вот смотрите уже, какая выросла. Большая, красивая. Вот, наконец-то, дождалась, пришли. Зина общается с Кэти. Не знаю, тут через нашу решетку не особо хорошо видно. В общем, дождалась. Боже мой, в какой красоте мы живем. Мы просто утопаем. Вот не побоюсь этого слова. В зелени. Смотрите. Ноги, ноги, ноги вытирать. Закрывай, закрывай. Вытирайте ноги. Ой. Процесс кормления продолжается. Мы прибежали. Давай красиво покажи сидеть. Нет, сидеть. Молодец. Сидеть. А теперь можно идти кушать. Моя умница. Вот такая красота у нас на завтрак. Вот. Ну, на красотища же. И вот мне часто говорят, что мы очень поздно ужинаем. Что это, в общем-то, неправильно. Там в 9 часов вечера у нас ужин. Так, ужин, да, у нас, скажем так, в полдевятого, в девять. Ну, да. Ну, так у нас потом завтрак в полодинадцатого. Перерывчик. Ну, вот и все. Уборка сделана. Все накормлены. А я опять творить хорошие, добрые дела. Поэтому подписываемся на канал. Жмем на колокольчик. И смотрим, какие добрые дела я буду выполнять сегодня. Но об этом вы узнаете завтра. Поэтому до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok